Всем привет! Продолжаем нашу серию рассказов про машины. С вами снова я, Евгений Бельский. Мы сегодня будем рассказывать про машину, которая называется Honda S2000. У нас не будет склеек монтажей, ничего этого делать не буду, но зато я как владелец этой машины уже на протяжении где-то около года расскажу вам про этот автомобиль, что он на себя представляет, что не рассказывают вам другие обзорщики, которые владеют им, либо не владеют им. В общем, расскажу какие-то фишки. Ну и так, значит, это Honda S2000, 2004 года выпуска. Давайте опустим всякие основные моменты. Я буду рассказывать про самое интересное. Самое интересное в этой машине это Rockstar, то есть двухместная машина с открытым верхом. Тут мягкая крыша поднимается. И интересно здесь, как здесь выполнен кузов. То есть в этой машине вообще предыстория, да, японцы в свое время, в 90-х у них был экономический бум, и эта машина разрабатывалась в конце 90-х. У японцев были бюджеты на разработку серьезных автомобилей на тот момент, и Honda решила выпустить один из своих, как бы, их, как бы, это был, наверное, один из пиковых автомобилей для бренда, такой True Petrolhead автомобиль, спортивный, как виделось японцем на тот момент. И эта машина, ну, она обладает рядом технических всяких моментов интересных, о которых я, собственно, расскажу. Начнем с самого первого момента, значит, кузов. В этой машине действительно жесткий кузов. Это имеет как advantages, так и серьезные недостатки. Какие недостатки мы имеем? Лишний вес. Машина для этого форм-фактора, у нее присутствует лишний вес, как я считаю. Если мы посмотрим на данные, то S2000 у нас получается в среднем, тут разные источники указывают разные данные, ну, допустим, 1270 килограмм, снаряженная масса автомобиля. Когда для сравнения Miata, последнем поколении, МД, ну, допустим, это более легкая версия, конечно, поколения, но с двухлитровым мотором 1058 килограмм, с полуторалитровым мотором 961 килограмм. Если вы сравните все множество-множество ранних, значит, машин из конца 90-х, многие кабриолеты будут еще легче. Если мы возьмем спортивный хумельбоксер, там 1100 с чем-то килограмм веса, то есть тоже меньше. Почему такой вес? Значит, здесь так называемое, как они называют его, дело в том, что в 95-м году они показали концепт, SSM-концепт, который был выполнен из алюминия. Видно, на разработку машины из алюминия у Конды денег-то занезло, и, наверное, не было производственных мощностей. Но они сделали так называемый X-Bone Frame. То есть, посмотрите картинку, я не смогу вставить, к сожалению. Значит, здесь идут лонжероны, достаточно массивные, которые соединяются хитрым образом через пороги и соединяются через центральную X-Brace, то есть через центральную часть. То есть, вот так идет лонжерон, оно здесь соединяется. То есть, вот здесь под панелью центральной, она почему-то такая высокая. Здесь под центральной панелью, по сути, высередитель кузова, один из основных. И он же идет через порог. И здесь соединяется, и тут тоже идут объединенные лонжероны, перекладина между ними здесь идет, и здесь идет мощная перекладина. То есть, кузов действительно, по сравнению с конкурентами, действительно, если вы сравните с Miata, с Boxster, с любимым машином того времени, это небо и земля. То есть, это действительно очень продвинутая машина в плане жесткости кузова, учитывая, что она открытая. Второй момент, чем эта машина очень крута, здесь на двойных поперечных рычагах передняя и задняя подвеска по кругу. Это тоже прерогатива, на самом деле, дорогих спортивных машин. И такая же подвеска тоже тяжелее, чем у MacPherson. Ну, я думаю, на вес это меньше всего влияет, больше всего металла, конечно же. Что позволяет это им? Какие преимущества дает этот подвесок? И конструкция подвески, и вообще жесткость кузова. У этой машины, на самом деле, действительно, энергоемкая, комфортная подвеска. То есть, вы можете быстро ездить по плохим дорогам, которые у вас, ну, любое плохое покрытие, у вас машина будет очень большим запасом сцепления обладать. Пойдем дальше. То есть, действительно, машина позволяет ездить быстро по плохому покрытию. Это важный аспект, потому что, либо у вас будет достигаться, то есть, обычно, в кабриолетах для повышения управляемости зажимают подвеску, так как кузов выполняет роль, часть энергоемкости на себя берет. Здесь более жесткий кузов, который меньше на себя берет всяких колебаний. Соответственно, подвеску они делают более мягкую, ну, имеют возможность делать. Это прерогатива классной машины. Современные многие машины с жестким кузовом, они так и делаются. Поэтому современные машины комфортнее старых. За счет того, что у современных машин, опять же, возросла жесткость из кузова. Значит, также еще один важный момент в этой машине. Ему некоторые журналисты уделяют внимание, а некоторые не очень. Это рулевое управление. Сейчас мы откроем капот, посмотрим. Значит, уже в 99-м году в этой машине было применено фактически электрически усилить руля. То есть, на те годы, это была достаточно редкая конструкция, которая редко применялась. Видите, надо использовать упор для капота. Достаточно редко применялась такая система. То есть, посмотрите, здесь вы не найдете никакого, значит, ни на обвесе, ни в моторе. Значит, нету электроусилителя. Электроусилителя, который установлен на рейке. Такая конструкция была, я так понимаю, эти электроусилители были одни из первых. Какой здесь минус этого рулевого управления? У него недостаточно много обратной связи. Это минус. При том, что рейка достаточно быстрая. Здесь, насколько я помню, 2,4 оборота от упора до упора. То есть, достаточно по своему времени это очень быстрая рейка. Но не такая, как бы скажем, по-современному дерганая. То есть, хороший баланс. Но при этом в повороте у вас недостаточно вам понимания, куда у вас повернуты колеса. Это не только, кстати, за счет рейки достигается. И за счет конструкции машины, о которой мы сейчас поговорим. Если вы посмотрите внимательно, то у нас так называемый тип машины front rear. То есть, спереди мотор, сзади привод. Привод на задние колеса. Но еще вы посмотрите, что у нас так называемый тип front, mid rear. То есть, мотор находится в базе полностью. То есть, вообще полностью в базе. То есть, никаких даже разговоров, что он находится в базе. Вот у нас стаканы, вот двигатель, мотор в базе. Сидите вы, сидите вы у задней оси машины практически. Ну, есть машины, где вы сидите еще, наверное, ближе к задней оси. Но здесь, ну, практически так. И, как бы, управляя машиной, вы... То есть, у вас сначала поворачивает передняя часть автомобиля. Затем поворачивает, как бы, где вы находитесь. Такая же фишка у машины Z4. И, в общем, на самом деле, в многих машинах такого типа. В чем фишка и вообще особенность этой конструкции? Значит, что мне в этом не нравится? То, что для себя я понял, исходя из опыта, что хороши машины в тех, в которых ты сидишь либо ровно посередине, да, либо чуть двигаться вперед, как во всех среднемоторных суперкарах. То есть, конструкция, когда у вас двигатель находится здесь, да, как в боксе, например, или как в ботусе, там множество, или, как я не знаю, ну, там очень-очень много среднемоторных машин. Любая Феррари, ты возьми среднемоторную. Когда ты сидишь здесь, да, ближе смещен немножко к середине, к началу, и двигатель находится здесь, либо, если вы берете спортивный седан, то есть, как бы, БМ5, вы опять же сидите, у вас двигатель, допустим, внутри базы, но вы сидите либо в центре машины, и сзади у вас есть салон, либо вы сидите чуть-чуть сдвинуты вперед. Такая компоновка, на мой взгляд, дает ощущение отнуждений более приятное, потому что с поворотом, как бы, колес, вы понимаете, что вы, либо вы в центре, тогда совсем правильное ощущение, либо вы, как бы, в начале машины поворачиваете. А поворачивать рядом с машиной в конце, а особенно входить в какие-то управляемые заносы, перемещать вот эту заднюю ось, мне кажется, ну, лично, на мой взгляд, мне лично, такая компоновка кажется неправильной. То есть, вы получаете совсем не те ощущения, как от среднемоторных машин. Я вот на сегодняшний день обладаю несколькими среднемоторными машинами, и после езды на среднемоторных машинах, мне вот это поведение кажется привычным. И до этого у меня было за четыре купе БМВ, и там было то же самое. Вот это вот ощущение поворота, когда ты сидишь у задней оси. Оно, ну, скажем, есть нюансы. То есть, поэтому вот эти истории с расположением двигателя, да, у них, видите, есть и какие-то побочные эффекты, о которых, кстати, очень редко говорят. Второй, кстати, побочный эффект, если у вас двигатель серьезно засунут в базу, да, вот, допустим, у многих машин более комфортных, у них мотор сдвинут, а у некоторых, типа, там, Ауди, вообще висит за передней осью. Что дает движение любого двигателя у вас в центр, в центр, значит, за ось передних стоек? У вас двигатель ближе к вам находится. То есть, вы находитесь ближе к двигателю, здесь проходят коллектора прямо под вами. У вас сильно горячее в салоне. Как бы ни делали любую теплоизоляцию, если у вас мотор теплонагружен, вы автоматически будете нагреваться сильнее с мотором, если двигатель будет расположен ближе к вам. Ну, или чем больше двигатель, соответственно, тем более он теплонагружен, тем больше это будет передаваться в салон. Современные инженеры очень много сил прокладывают на то, чтобы теплоизолировать двигательный оттек от салона. И для этого, в том числе, двигатель сдвигается вперед. И здесь, видите, решили пожертвовать этим комфортом. Мотор сдвинут в базу, соответственно, ну, жаркий, вот я сейчас сегодня ездил, сегодня теплый день летний. И, соответственно, все тепло идет в салон, скажем так, лучше, чем если бы оно не шло. Да, при этом мы, кстати, это фронт мид-еер, и здесь развесовка 50 на 50. Да? То есть развесовка считается идеальной. Хотя там есть споры, что типа считается там хорошо, когда чуть-чуть меньше спереди, точнее, чуть больше спереди, чуть меньше сзади. Ну, не случайно, сейчас мы не будем. Там, у Porsche вообще она неправильная. Смысл не в этом. Смысл в том, что как бы развесовка – это не единственный показатель. Важно, где находится вы, как водитель, для понимания ощущения управления автомобилем. Это тоже очень важный момент. То есть если бы в этой машине была чуть больше длина колесной базы, да, и здесь было бы какое-то место, и вы сидели ближе к центру, ощущение от автомобиля совершенно бы по-другому вообще воспринималось. Значит, идем дальше. Значит, идем дальше. Как настроена эта машина в плане подвески? Очень интересный момент. Значит, смотрите. Сзади у нас идут колеса. Эти родные диски, по-моему, от более поздней машины здесь стоят. Хотя я могу ошибаться. Может быть, это ее совершенно родные колеса. Но суть в том, что это оригинальные колеса Honda S2000. Значит, здесь разные широкие диски. Спереди они уже, сзади шире. Сзади резина стоит 245 с завода, спереди 215. При этом, когда я езжу, это хорошая резина Good Year. Последний Eagle Asmetric. Последние модели. Сейчас у меня много затепа. Лето сухо. В машину практически невозможно сорвать занос. В чем интересный момент? Как вот ощущение недостатка, во-первых, присутствует фидбэк на руле. Мне кажется, что если увеличить ширину передних колес, она бы лучше могла ехать. Но самое интересное, что задние – это шире колеса. Но при этом у машины вообще в стоке около нейтральной поворачиваемости. Обычно все современные автомобили… Давайте покажу, чтобы было что-то видно. Обычно все современные автомобили обладают… Ну, почти всегда. Любая машина для целей безопасности настроена с небольшим недостатком. Либо с более большим недостатком. И у этой машины есть недостаток. Но самое интересное, что как характер проявляется в автомобиле. Любое действие с этой машиной связано с тем, что вы чуть-чуть сбавите газ. Чуть-чуть – это ранняя версия с более жесткой задней подвеской. Чуть-чуть вы сбавите газ. Чуть-чуть вы что-то где-то отпустите газ. Или не дожмете газ. Хотя тут часто вот прям не хватает ее довернуть в поворот периодической мощности. Сразу же приводит к тому, что… Ваш легкий недостаток в этой машине приводит к тому, что у вас уже сильный избыток. Причем я не оказывался в ситуациях, все-таки у меня новая резина здесь стоит. Я не оказывался в ситуациях, когда я попадал в какую-то проблему, там меня разворачивал. Нет, на этой машине я никогда не разворачивал. Но вот эта потеря момента, насколько это быстро и резко происходит срывзанная НСЕ, это фишка этой машины. Я так понимаю, именно поэтому мне пришлось во второй ревизии этой машины изменить подвеску, чтобы неопытные клиенты не разбивали машину, потому что здесь никакой системы стабилизации нет. Это машина, созданная японцами, как видимо такого тру-спорткара, который они делали маркетологи. И вот здесь, в этой части разговора мы приходим к самому интересному. Что вот это вот, вот этот миф, что там маркетологи какие-то плохие. И вообще вот машину надо делать то, как хотят петрохеды. Это не совсем так. Если, да, говорить про клиентов типа Kiichi Tsuchiya, да, то, конечно, все фишки, заводки этой машины Kiichi Tsuchiya понравятся. Если говорить про массу клиентов, да, то какая-нибудь миата, она лучше подходит для любого обычного потребителя массового. Потому что она, по-английски терминам, livable, она гораздо более, так скажем, пригодна к эксплуатации, на русском языке скажем, да. И вот эта проблема и нюансы этой машины. Хотя на самом деле безумно популярны, 100 тысяч экземпляров произведено, но тем не менее. Но Miac произведено, ну не знаю, сколько там, в 10-20 раз больше. То есть несравненно больше, много поколений выпущено и так далее. Я думаю, что эта машина была и проблемой с получением прибыли, с ее производства. Потому что фишечная машина, так или иначе. Значит, так, про поворачиваемость я вам сказал. Переходим дальше. Тормоза. Стоковые тормоза. Хватает их для обычной жизни. Езды в городе, езды в горах в горку хватает. Езды в горах с горки и езды на треке не хватает. Но специалисты говорят, что самое простое решение это установка гоночных колодок и замена тормозной жидкости может хватить в принципе. Я настолько сильно не испытывал тормозную систему, не могу ничего сказать, но прислушаемся к мнению спецов. В целом машина не запредельный вес. Соответственно, будем считать, что почти хватает заводских тормозов. Идем дальше. Про мотор. Все всегда начинают рассказать машину, что это мотор, что там мощность на литр. Это все. Я все это пропущу, ребят. Давайте теперь об интересном. Значит, мотор. Да и, значит, две фишки этого мотора конкретно. Я не знаю, что было в версии 2,2 литра. Но это версия 2 литра. То есть, как бы самая true версия. У них вот, видите, бывает болезнь. Часто облазит голод, оригинальная краска от высокой температурной нагрузки. Но это не суть. Их обычно в большинстве машин, у которых пробег больше 100 тысяч, она уже часто очень перекрашена. Значит, первое, что механический дроссель. Дроссель на тросике. Да? Я все-таки, у меня другие машины уже, ну, в большинстве более современные, либо такие и такого же время, имели уже электронный дроссель. И в этой машине очень прямая связь, педали газа. Вообще, все управление мотором очень сильно, очень такое натуральное, механическое. Вообще, вся эта машина про механические ощущения. Второй момент, который я бы отметил. Головы с классическими рокерами нет гидротронформатора. Что это фактически значит? Моторка, вот, там, где 9 тысяч оборотов, вы это все знаете. Это неинтересно. Что это значит? Тут стоит стоковая система выхлопа. Из нестока здесь стоит только фильтр нулевого сопротивления внутри вот этой коробки. Интересно, что машина обладает таким своим специфическим металлическим звуком. И именно звук, много звука своего мотора. Вы практически, мне кажется, не слышите особо выхлоп, когда он не ездит. Вы слышите сам звук мотора. Причем, это не сказать, чтобы чисто звук впуска преобладает именно звук мотора. Это фишка вот этого машины, Honda SD1000. Вы, когда услышите проезжающую эту Honda, вы всегда услышите мотор. Причем, характер этого мотора, он особенно свой. Другие моторы B-серии, они звучат по-другому. И так, вот, то, что вы знаете сейчас, как звук Хонды, это не звук этого мотора. То есть, у этого мотора прям свой звук. Его ничем не спутать, он именно вот свой. И, честно говоря, для, опять же, езды каждодневной жизни мне не нравится этот мотор. Значит, смотрите, что мы имеем. Здесь имеется стандартная, значит, компоновка, мотор, трансмиссия. За 90-й блокировка завода полноценная. Очень хорошо. Значит, что мы имеем в жизни? Достаточно короткие передачи, да? То бишь, на трассе вы уже будете 100 кетра в час, у вас будет там легко и 3-4 тысячи и больше оборотов. То есть, ехать по трассе плохо. Шумоизоляция в машине так себе. Ну, как бы потратить много на усиление кузова, на ашумоизоляцию, тут уже, естественно, нет возможности установить, потому что это тяжелая вещь. Значит, что этот момент? Значит, мотор не живет особо до 5 тысяч оборотов, в нем нет тяги. В нем, как бы, есть тяга лучше, чем, например, ну, вот в Абарт, есть известный пример, 124 или там Fiat 500, у него вообще нету тяги. Там, как бы, огромное турбило, у него вообще нету тяги, наоборот. Тут какая-то никакая есть. Да, конечно, тяга какая-то никакая, чтобы ездить медленно по городу, есть. Но ездить по городу на этой машине вообще не очень припортно. То есть, ну, такая немного по современным меркам вот этих турбомоторов, которые везут с тысяч, если там, не знаю, 700 оборотов, это все дрочка. Ну, вот объективно. То есть, мотор, эластичности ему не хватает для города, для daily drive ему не хватает эластичности, а на режиме 5 тысяч оборотов ездить, ну, вот просто по городу, ну, вы выглядите просто как ненормально на этой машине. Хотя, это особое удовольствие, это не такой экспириенс особенный. Но самое интересное, что, при том, что передачи короткие, у вас большой запас по оборотам, но только вы там в повороте, в каком-то при соблюдении маневра, только вы не попали чуть-чуть в режим просто оборотов, у вас стало не... И, то есть, я вот проходил один поворот сегодня, и, ну, что мне, там, получается, получилось так, что мне надо было либо очень сильно нарушить, типа, сделать пологую траекторию, либо просто включить в повороте первую передачу, что, ну, вообще, ну, как бы, монстр, да? Ну, такая первая передача, как бы, при выполнении скоростного маневра. Вот такая история. То есть, мотор везет, везет с высоких оборотов. Тут, на самом деле, посмотрим данные, значит, 208-218, то есть, 218 японской версии, 208 в европейской, американской ньютон-метров. То есть, на самом деле, крутящий момент очень низкий. Да, там, 208 лошадиных сил, да, там, какие-то, там, наоборотах показатели, но 208 ньютон-метров, если вы посмотрите график, то, там, я думаю, на 4 тысяч оборотов там будет меньше 100, ну, или, там, около 100, но это мало. Это прям конкретно мало, многие машины с гораздо меньшей мощностью обладают совсем другими характеристиками. Поэтому не ведитесь мне на эти всякие цифры и так далее. Конечно, когда речь заходит про глубокий тюнинг этого мотора, когда им выпрямляют график, там, я не знаю, ставят компрессор, надув, либо вообще меняют двигатель, эта машина может очень сильно поменяться в характере, естественно. Вообще, эта машина, это серьезная заготовка под тюнинг, и это очень машина популярна. Если вы посмотрите передачи Best Motoring, там есть очень много хонд, там есть два типа машин, которые побеждали на тайм-атаке, наверное, в этом итоге Best Motoring. Тюнинг это обычно либо S2000, либо RX-7, то есть легкие, очень правильно сконструированные автомобили, в которых есть большой потенциал. Здесь определенный есть потенциал. Тут весь тюнинг, эта вещь дорогая, особенно, что касается двигателя. Недешевая, но это стоит того, это интересный экспириенс и так далее. Значит, идем дальше. Следующая тема, которая обсуждается в этой машине. Я смотрел передачу недавно с Крисом Харрисом, и они, о боже, какая здесь КПП, какая КПП, это невозможно, это там просто самое лучшее КПП. Ну, честно, ребята, я вам хочу сказать, это не совсем так. Так вот, ну, чтобы это понять, надо поездить на очень многих автомобилях, я сейчас присяду в машину, поездить на очень многих автомобилях, чтобы это понять, что тут не лучшее КПП. Да, здесь, смотрите, рычаг Курис и КПП находится строго над коробкой. Есть, кстати, если захотите посмотреть, есть хорошее видео в интернете, значит, японец, живет в Японии, снимает много видео про G&M машин на английском языке. Он очень подробно рассказывает про технические аспекты создания этого автомобиля, с именами инженеров, почему, что было сделано и так далее. Супер интересный ролик там на час, обзор, посмотрите обязательно, значит, КПП. Да, она классная, короткоходная кулиса, но на самом деле здесь есть нюанс. Она такая супер механическая, да, ну, это как в Феррале, знаете, тоже кулиса очень классная механическая, очень классно звучит, но в жизни это не самая для эксплуатации удобная коробка. Если вы поедете на Мяти НЦ, там коробка, честно скажу вам, лучше, она лучше переключает, на самом деле. Слышите, какие звуки, да? Вот в Ярисе, Джер, там какие-то звуки, но это гораздо круче. Все, честно, да? У меня есть машина Лотос Уоро, версии 400, и там на кабелях коробка, то есть там коробка вообще от Рено, и там они кулису настроили круче, понимаете? А говорят, что Лотос Уоро, новая кулиса еще лучше сделана. Так что тоже как бы есть нюансы. То есть есть машины некоторые, другие японские, в первую очередь японские машины, где я бы сказал, что вопрос с КПП тоже решен лучшим. Значит, пойдем дальше. Про салон поговорим. Значит, салон тут стоковый. Что классно в этом салоне, особенно с призмой 2023 года. Салон сделан очень минималистично. Здесь нет ни одного экрана. Это, ребята, это, конечно, просто потрясающе. Ни одного экрана, это признак, ну, сейчас машину, в которой нет экранов, это вы найдете, ну, в Bugatti. Да, вот, новая машина, чтобы вы нашли, в которой нет экранов, это Bugatti. То есть сейчас машины без экранов, машины таймлес, то есть не подвержены изменениям, как бы моды, их сейчас практически не делаем. Здесь машины провождения, никаких экранов. Вот, есть воздуховод, есть магнитола, который закрыт. Кстати, обратите внимание, что магнитола закрыта. То есть вы вообще музыку там выкручили, закрыли. Вот я отъезжу, я никакой музыки в этой машине не слушаю. Это бесполезно. С этим звуком двигателя это абсолютно бесполезно. Значит, и у нас все приборы расположены близко к рулю. То есть здесь управление климатической установкой, здесь управление звуком и старт двигателя. Значит, ну и поворотники, все стандарты. Руль находится в фиксированном положении, он не регулируется. То есть посадка водителя подразумевается регулировкой сугубо под движением сиденья. То есть сиденье меняется в плоскости, поднимается вверх и это двигается вперед-назад. Значит, по посадке. Тут важный момент, мой рост метр девяносто. И я вам скажу, что, как бы это полегче сказать, я тут сижу в плитык, при этом, смотрите, у меня стоят не заводские лейлы, они меньше, но где-то вот на столько ниже стоят. И еще я у этого японской контора делаю тюнинг, то есть я купил тут за 250, по-моему, евро из Японии, доставка. Все дела, или даже дороже стоило. Значит, сиденье вот здесь, ну, тут не видно сильно, но водительское сиденье стоит ниже, чем пассажирское. Более того, кроме этого, я еще отпилил все заводские ограничители, чтобы сиденье придвинуть, ну, просто впритык максимально, чтобы влезть. И у меня метр девяносто, и я вам хочу сказать, что сижу я в этой машине. Ну, как бы, как вам сказать, значит, вот, сейчас я вам покажу, короче, лучше я покажу даже, как это выглядит. Значит, смотрите, ну, вот я сел, вот я закрыл дверь, да, то есть я сел. В принципе, помещаюсь, ну, то есть мне надо выжать сцепление, да, чтобы я мог, ну, вулк провернуть, да, то есть у меня так рука свободно не ходит. Здесь, справа, у меня чуть больше места. Ну, сейчас мы давайте разведем, сейчас мы заведем. Вот, про что я говорил, механический звук начнется. Обратите внимание, у машины пробег 265 тысяч. Оригинальный пробег, значит, про механический звук. Вот, видите, машина не прогрелась, у нее, кстати, отсечка. Ну, на самом деле, прогрета была, просто чуть состыла. Отечка на 7 тысяч срабатывает. Как только вы прогреете машину, у вас будет доступна на 9 тысяч и никаких ограничителей. Значит, что интересно, видите, вот я сижу, ну, что бруль, вот тут просто нога помещалась, как бы, я не скажу, что я какой-то огромный, да. То есть, ну, у меня пропорции тела, у меня больше ноги, то есть я по туловищу, по длине туловища помещаюсь, а вот ноги, это всегда я страдаю. Так вот, как бы, теоретически, то есть, под, если ноги я засунула под педали, да, под педали, то я могу задвинуть ноги дальше, чем я бы задвинул во многих машинах, например, боксеры или миаты, но на практике за счет того расположения педали. То есть, мне, чтобы поставить ногу и упереть ее в упор, да, мне надо ее поднять. Возможно, возможно, тюнингом бы грамотным было в этой машине перенос вот этой вот подставки сильно дальше. Вообще, на самом деле, тут не хватает чуть-чуть места, чтобы прям комфортно ездить. Такая же история с сиденьями, то есть, у них вот эта подушка, она недостаточно длинная, то есть, и комфорт сиденья, сиденья неплохие, но комфорт, ну, честно, объективно, конечно, если бы это были и кара, какие-ли сиденья, там, SR3, SR4, ну, там, я не знаю, уж спортстеры уже, тем более, по позишн, сидеть было бы тут еще гораздо удобнее. Но здесь нет места, на самом деле, нет места, куда, где тут сидеть. То есть, я сижу впритык, по голове, как ни странно, у меня запас есть, в NSX у меня не было запаса по голове практически, но здесь есть. И дальше про салон, то есть, вот, вот тесновато. Хотя, вот видите, рука у меня лежит, я сижу прижавшись в спине, откинута спинки, вот рука у меня лежит идеально. То есть, посадка правильная, но правому, допустим, локту нет места. Если бы я был в левом руле, у меня, соответственно, левый локоть бы упирался, мне слева было бы тесно, так мне тесно справа. То есть, в принципе, ну, вот, кстати, как ни странно, в праворульной версии мне тут достаточно удобно. Возможно, в леворульной версии у меня бы нога опиралась в эту панель сильнее, и тут бы у меня натирало. Ну, то есть, хотя вообще вот здесь меня ничего не натирает, и здесь у меня колено не касается. Самое главное, что у меня нога здесь не касается об этот борт. Ну, такая, скажем, посадка на грани. То есть, ездить можно, ничего нет, но я не могу на ней ездить, невозможно ездить по трассе, я бы не опирался ни в какое путешествие. Ну, вот честно, нет. Конечно, не для меня эта история, про путешествие на такой машине ездить. Идем дальше. Так, шумоизоляция я вам сказал, про дроссель я вам рассказал. Шины ЛСД полноценные. А, вот интересный момент. Значит, здесь есть крыша. Да, сейчас мы ее заведем. Крыша работает следующим образом. То есть, мы... Ну, вот у нас сейчас крыша пущена, что происходит. Вот у нас стоит ручник, то есть, надо остановиться, поставить ручник, только вот, крыша отпускает, закрывается. Мы просто тянем эту вышку вверх, вот у нас поднимается механизм крыши, и надо всего лишь вот эти две защелки закрыть. То есть, на самом деле, быстрая штука, но мяти все быстрее, еще механическое, это еще быстрее, еще меньше вес, и меньше полымается. Что интересно в этой крыше? То есть, чтобы закрыть крышу, соответственно, открыть ее, надо сделать следующее. То есть, снять эти защелки, и она складывается в механизм. То есть, сама с крышей быстро складывается. Как только вы поставили машину-ручник, выкручили передачу, сели, и у вас открывается окна. Потом надо окна механически поднять. Что интересно, поведение машины с открытой за крышкой, крыши, очень сильно отличается. У нее увеличивается жесткость, она становится более острой в управлении. Но самое интересное, что классно ездить и приятно ездить именно в состоянии открытой крыши. У меня эта машина, много раз я выезжал, когда была не очень хорошая погода, и крыша была открыть нельзя. Она там, например, на улице плюс 10, там какая-то слякость. Ну, непогода крышу открывает. И эта машина меня откровенно бесила, как она вообще едет. У нее как будто какие-то вибрации идут совершенно по-друге на кузов. Ну, вообще, какая-то ерунда. Крыша эта скрипит, сиденье скрипит. Все начинаешь это слышать, что вообще происходит в салоне, вообще удовольствия нет никакого. Потому что в салон из-за того, что ты взросл, ты сидишь, сиденье надо максимально придвинуть к спинке. Когда крышу открываешь, совсем другие ощущения. И дело не в том, что ты видишь небо, там хорошая погода, солнце, вообще не в этом. Дело в том, что просто открыта крыша и меняется как бы ощущение кузова. То есть она такая становится более игривой машиной. И это вот интересно. Поехали дальше. Кроме того, что... Значит, кроме того, что про крышу... А, самый интересный, дальше следующий момент. Как пройдем дальше, чем меня-то лучше, чем S2000 хуже. Вообще, в машине... Вообще, почему вот эти разговоры сейчас про китайские автомобили, почему так все по-корейски? Сначала было про корейские автомобили. Точнее, сначала это были японские автомобили, потом это стали корейские автомобили. Сейчас на смену пришли китайские. Автомобили, которые издалека выглядят дорого и классно. Но надо смотреть сюда на суть вещей. Так вот, суть вещей. То, как сделан аэродинамический комфорт машины, вы по дизайну машины, по тому, как там у нее вот этот экранчик есть или нет, торчит или не торчит, вы никогда ни черта вы не поймете. Но, что интересно, Mazda, Miata, А3124 Абах, у них лучший аэродинамический комфорт в салоне. То есть, и обычно лидером этого класса является Мерседесы. Кстати, BMW, вот, например, Z4, Z3, у них ужасный аэродинамический, очень плохой комфорт. А Мерседесы, там, как он, начиная с Z29, они стали лидерами в этом сегменте. То есть, что такое аэродинамический комфорт с открытым салоном? Это, когда вы подняли окна, то есть, поднято у вас стекло, открыта крыша, и насколько комфортно, насколько сильно будет ветер салоном. Во всех машинах происходит их по-разному. Вот, кстати, у Mazda комфортнее всего ездить с открытой крышей. Вот такая фишечка. Но, зато, пройдем с интересным следующим пунктом, что у Mazda хуже, чем у S2000, чем у S2000 лучше. Как ни странно, я вам, несмотря на то, что я сказал, что эта машина не подходит для путешествий, но багажник в S2000 гораздо больше, чем у Miati. То есть, здесь вот есть такая выемка, да, у Miati багажник, мне кажется, тут нету, естественно, такой выступ, как будто под колесом, хотя это, насколько я помню, кстати, помню, это колесо есть. Надо посмотреть, как он здесь будет. У Miati багажник, где-то у него пол вот где-то на такой высоте начинается. То есть, значительно менее глубокий багажник. То есть, получается, что, возможно, сам профиль S2000 чуть выше. Но в S2000 вместительный багажник и тут надо вообще померить, да, вот этот боксер, вот, кстати, как на удивление, удобная машина для путешествий с большим багажником, но, возможно, даже в S2000 объем больше. То есть, если вы хотите сюда погрузить, очень неплохо. Я сначала, когда покупал эту машину, побоялся, что мне не влезут вещи с моей девушкой, но оказалось, что еще запас остался и вообще все прекрасно влезло. То есть, вот интересный момент, да, что плюсы и минусы с таких необычных сторон мы пошли. Так, поехали дальше. Что я еще не отметил? Да, вот эта вот история, что эта машина, как бы, создана не маркетологами, и она, как бы, создана людьми, ну, в Японии, специалистами, которые так себе представляли спорткар, как бы, на каждый день. То есть, это видение японцев того конца 90-х, вот как должен быть выглядеть спорткар, да. Известная машина с таком же представлением о том, как должен выглядеть более современный спорткар, это более позднее созданная Alpine A110, которая была переизданием старой машины, но в современной позиции. Там очень-очень много всяких моментов было сделано, и эти машины в чем-то имеют даже что-то общее, на самом деле, между собой, в плане концептуально. То есть, вот эта такая идея, такая, ну, Alpine не такая, но тут просто что-нибудь, как интересный проект. То есть, это особенный проект, полностью с нуля созданная машина, со своей фишкой, ничего подобного, ну, прям прямого, нет у нее конкурента прямого. То есть, Miata, Boxster, это все разные машины. Хотя, может быть, Boxster как-то сопоставим, но все же Boxster это куда более Daily Drive машина. Что мы имеем как итог? То есть, это спортивная машина, которая дарит удовольствие от механического вождения. На ней не так просто ездить, как могло бы вам показаться. То есть, на самом деле, машина требует навыка, машина требует прикатки, и вы, вот, если вы водитель, ну, конечно, если вы Икея счастливее, вы сядете на ней быстро поедете. Но если вы водитель, скажем так, с навыком, там, ниже среднего или около среднего, там, много на чем ездили, чтобы быстро поехать на этой машине, вам придется на ней кататься, тренироваться и так далее. Быстро, вот так прям, вот вы первый раз сели и поехали, нет. при этом, я знаю, ребята, точно, я знаю, есть много машин, на которых вы сядете, я сяду и сразу быстро на них поеду. Эта машина не из тех. И, более того, на ней надо быть, так, знаете, уверенно, значит, хорошая база для тюнинга, и, на мой взгляд, машина плохо подходящая на каждый день. Да, вы сможете ездить на ней на работу, да, но все-таки это такая машина выходного дня. И в этом плане, конечно, у этой машины выиграют такие машины, как, не знаю, Z4, Box, Termiata, все эти машины выиграют, потому что они лучше гораздо подходят на каждый день для каждодневной езды. Вот такой был мой рассказ. Задавайте вопросы, что не рассказал, попробую, может быть, написать в комментариях, но я думаю, что мой рассказ и так затянулся, он длинный, не все посмотрят целиком, но, в общем, до встречи. Буду писать про другие машины, которые есть в собственности. Кстати, вот это, думаю, на самом деле на сегодняшний день продать. Так что, если кому нужна в Европе праворульная досмотренная машина, тут еще много у меня деталей лежит, которые я не успел поставить сюда, новых, оригинальных. Милости прошу, она стоит быть не очень.